Я повторю вновь для тебя Здравствуйте, авиаторы и не только. Добро пожаловать на канал Пилот Инженер. Сегодня мы расскажем вам о том, что такое пилотаж, какие фигуры он в себя включает, в чем смысл этого всего и таким образом мы плавно подойдем к еще одной новой рубрике пилотажной группы мира. Итак, полетели. Пилот Инженер Воздушного судна, при котором поражается живая сила противника. Да-да, здесь вы не ослышались. Действительно, изначально все эти фигуры были придуманы, чтобы эффективно вести воздушный бой и сбивать вражеские самолеты. Сейчас, когда ближний воздушный бой очень маловероятен при современном конфликте, пилотаж стал украшением авиашоу и демонстрации летных характеристик самолета, а также класса военного летчика. Тем не менее, многие фигуры изучаются и отрабатываются курсантами и строевыми летчиками ВВС всех стран мира для формирования летного мастерства и все же на крайний случай так называемого док-файта. Итак, мы можем подробнее приступать к изучению пилотажных фигур. Пилотаж бывает индивидуальным, парным и групповым. Думаю, объяснять различия особо не стоит. Два самолета – это парный пилотаж, а более двух – это уже групповой, который, конечно же, выглядит гораздо эффектнее и гораздо сложнее для всех летчиков в строю. Начиналась вся история с индивидуального пилотажа, когда на заре авиации ее пионеры, такие как братья Райт, Либли Рио, Петр Нестеров, путешествовали по всему миру и удивляли широкую публику с захватывающими дух рискованными кульбитами на своих собственных аэропланах. Тогда же зародились и базовые фигуры, некоторые из которых получили имена пилотов, впервые их выполнивших. Итак, по сложности выполнения пилотаж делится на три категории – простой, сложный, высший. Мы расскажем про все фигуры, входящие в каждый вид, поэтому подготовьтесь, заварите чай и мы приступаем. Начнем с самого простого. Простой пилотаж включает в себя следующие элементы. Вираж, боевой разворот, горка, спираль, простое пикирование, горизонтальная восьмерка. Сегодня рассказать и показать все фигуры на сверхманевренном истребителе Су-35 нам поможет ведущий виртуальной пилотажной группы авиаторы Данил Богданов. Он также увлекается авиационной фотографией и ведет инстаграм-аккаунт, где и выкладывает свои работы. Подписывайтесь на инстаграм Данила по ссылке на экране и в описании. Итак, вираж. При выполнении данного маневра летательный аппарат разворачивается на 360 градусов в горизонтальной плоскости при постоянной скорости. Угол крена может быть от 45 до 60 градусов в зависимости от типа самолета. В свою очередь, боевой разворот служит для быстрой смены направления воздушного судна на 180 градусов и набора высоты. Здесь крен может достигать уже 90 градусов. Эти приемы наиболее часто используются в боевой обстановке, так как позволяют оперативно менять направление полета для выполнения поставленной задачи. Горка. Фигура пилотажа, при выполнении которой летательный аппарат набирает высоту с постоянным углом наклона траектории. Выполнение горки, как правило, приводит к потере скорости. Спираль. Предназначена для смены высоты набора или снижения по специальной траектории, похожей как раз таки на спираль. При этом важно придерживаться заданных углов атаки. Соответственно, спираль может быть восходящей и нисходящей. Пикирование. Применяется в случаях, если необходимо оторваться от противника или быстро набрать скорость. При выполнении этого маневра пилот резко снижает высоту полета под острым углом горизонту, используя лишь руль высоты. Пикирование с углом наклона 90 градусов называется ответственным. Простая, она же горизонтальная восьмерка. Выполняется пилотом по горизонтальной плоскости и является собой замкнутую траекторию, без смещения по высоте. Проще говоря, это комбинация двух виражей, левого и правого. Это был весь комплекс фигур простого пилотажа. Его выполняют все курсанты летных училищ, так как этот пилотаж является свидетельством того, что будущий летчик освоил все базовые приемы управления самолетом и имеет хороший начальный навык пилотирования. Далее следуют фигуры сложного пилотажа, которые требуют уже более высокого уровня летного мастерства и значительной тренировки. К нему относятся мертвая петля, она же петля Нестерова, бочка, имельман, переворот, штопор. Мертвая петля – это одна из самых известных фигур. Думаю, многие, даже не посвященные в тему пилотажа, хотя бы раз слышали о ней. Ее также называют петлей Нестерова в честь русского летчика-аса Петра Николаевича Нестерова. Он впервые в мире выполнил ее 27 августа 1913 года в городе Киеве над Сырецким полем. Он так доверял своим расчетам, что перед выполнением мертвой петли не пристегнулся ремнями к самолету. Расчеты оказались правильными, и в верхней точке петли он не выпал, как предостерегали многие. Ведь центробежная сила прижимала летчика к сиденью. И хотя в ряде стран принято считать, что первую мертвую петлю сделал Адольф Пегу, правильное выполнение этой фигуры по современным регламентам принадлежит именно Петру Нестерову. Маневр представляет собой фигуру замкнутого круга. До начала маневра самолет набирает скорость до 650 км в час, например, при групповом пилотаже. Пройдя три точки, скорость падает до 400-460 км в час в верхней точке траектории. Правильным считается выполнение фигуры, при котором все точки траектории находятся в одной вертикальной плоскости. Чтобы петля была именно круглой, а не овальной, необходимо постоянно выдерживать один и тот же угол атаки. Бочка. Также достаточно известная фигура. Это вращение на 360 градусов вокруг продольной оси. То есть необходимо перевернуться по крену и вернуться в исходное положение в горизонт. Хитрость маневра в том, чтобы не потерять и не набрать высоту во время бочки. Для этого приходится работать также и под нагажу. Бочка может быть еще фиксированной. Это перевороты на 90, 180 и 270 градусов по крену соответственно. То есть часть бочки. Если мы летели в горизонте, то после полубочки окажемся в перевернутом полете. Если летели вверх ногами, то окажемся в нормальном положении. Бочки входят во многие фигуры и комплексы. Эмельман, он же полупетля. Данный маневр часто применялся в воздушном бою в годы Второй мировой войны. Эта фигура пилотажа была названа в честь немецкого летчика еще первой мировой, Макса Эмельмана. Заключается полупетля в том, чтобы начать выполнять петлю Нестерова, а в верхней точке траектории сделать полубочку и выйти в горизонтальный полет. В результате выполнения приема в бою, атакующий самолет выходит выше и позади вражеского самолета, если они до этого были на встречных курсах, что обеспечивает выгодную позицию для успешной атаки. Переворот. Его еще называют обратным эмельманом. Ведь суть выполнения заключается в прямо противоположном, чем у полубетли. Мы сначала делаем полубочку, а потом летим по нисходящей траектории, в нижней части которой самолет окажется в горизонте. Штопор. Это даже не совсем фигура пилотажа, а скорее критический режим полета самолета. Хотя это больше похоже не на полет, а на падение. При таком режиме летательный аппарат быстро снижается по крутой спиралевидной траектории, похожей на штопор для открывания бутылок. Попадание в штопор для всех транспортных, пассажирских и малых самолетов является опасной и недопустимой ситуацией. Обычно попадание в штопор происходит после потери скорости и сваливания. Например, из-за превышения критического угла атаки. Почему же его тогда относят к сложному пилотажу? Дело в том, что вход в штопор и выход из него могут быть преднамеренными и хорошо отработанными. Тогда такой полет является зрелищной частью комплекса сложного и высшего пилотажа. Штопор может быть крутой, пологий или плоский, в зависимости от угла самолета к горизонту, правый или левый, в зависимости от направления вращения, а также установившийся и не установившийся. Выполнять штопор разрешается на высотах не ниже 1300 метров из соображения безопасности. Это были все фигуры сложного пилотажа. То, что мы перечислили на данный момент, можно увидеть в выступлении практически любого летчика или пилотажной группы. Ну а сейчас мы расскажем про фигуры высшего пилотажа. Это вершина летного мастерства и совершенства авиационной техники. К этому комплексу относятся Кобра, Хук, Колокол, Ранверсман, Хаммерхед, Чакра Фролова. Все эти фигуры предназначены для демонстрации сверхманевренных характеристик современных истребителей. Большинство из них не предназначены для воздушного боя и ни разу не применялись в реальных воздушных конфликтах. Итак, Кобра. Это маневр, при котором самолет тянется носом вверх до угла тангажа более 90 градусов, а затем быстро возвращается в горизонт. Впервые был выполнен летчиком-испытателем Игорем Волком на самолете Су-27 в конце 1980-х годов. Причем отмечается, что это произошло случайно из-за ошибки самого испытателя и некорректной работы электронной системы управления. Позже известный летчик-испытатель ОКБ Сухого Виктор Пугачев продемонстрировал данную фигуру мировой общественности на авиасалоне в Лебурже 1989 года. Поэтому название маневра Кобра Пугачева закрепилось именно за ним. Далее у нас идет более сложный вариант Кобры. Называется Хук. Этот маневр выполняется на вираже и по сути представляет собой Кобру с углом крена 90 градусов. Маневр Кобра предусмотрен для того, чтобы уйти от преследующей ракеты или самолета и быстро зайти ему в хвост. Колокол. Фигура высшего пилотажа, при которой самолет переводится в вертикальный набор высоты с последующим гашением скорости до практически полной остановки. После того, как тяга становится нулевой, за счет хорошего аэродинамического качества самолет начинает проваливаться вниз в вертикальном положении, а затем, имея небольшую скорость относительно воздуха за счет эффективности рулей высоты или управляемого вектора тяги двигателя, самолет переводится в горизонтальный полет. Впервые фигура была публично выполнена на турбореактивном самолете в 1988 году на авиасалоне в английском Фанбуро, советским летчиком Анатолием Квачуром на истребителе МиГ-29 ОКБ Микояна Игуревича. До этого долгое время считалось, что такой маневр могут выполнять только винтовые самолеты за счет обдува рулей высоты потоком оттянущего винта. Ранверсман. Фигура высшего пилотажа, представляющая собой поворот на горке и позволяющая быстро переменить направление полета, что очень важно во время воздушного боя. Самолет круто задирает нос до потери скорости, затем головная тяжелая часть самолета перетягивает и он начинает скользить на крыло с переходом на планирование в направлении полета, противоположном начальному. Хаммерхэт. Самолет свечой уходит вверх, зависает в воздухе и, развернув нос к земле, направляется вниз. На реактивных самолетах не выполняется. Считается, что фигуру впервые выполнил немецкий пилот, чемпион мира по аэробатике и авиаконструктор Герхард Физелер в конце 1920-х годов. Хаммерхэт схож с Ранверсманом, но есть принципиальная разница. Выполняя Ранверсман, самолет уходит от противника, идущего встречным курсом. Не строго вертикально, как при Хаммерхэде, а под углом 50-60 градусов на горку. И заключительная фигура является самой сложной на данный момент, так как доступна только самолетом с управляемым вектором тяги. Называется маневр экзотическим словом – чакра Фролова. Это переворот по оси тангажа, так же, как и мертвая петля, но по очень малому радиусу. По сути, поворот вокруг своего хвоста. Именно поэтому и необходим УВТ для выполнения фигуры. Как вы уже догадались, была названа в честь летчика Евгения Фролова, который впервые выполнил ее в 1996 году, пилотируя экспериментальный истребитель Су-37. Его история заслужит отдельный рассказ, и мы обязательно сделаем видео про этот малоизвестный самолет УКБ Сухого. Итак, мы рассказали про все фигуры индивидуального пилотажа. Как вы поняли, все они, кроме некоторых показательных, имеют прямое назначение при ведении воздушного боя. А именно, уход от средств поражения и выход на более выгодную позицию для нанесения удара. Но мы еще не успели рассказать про самые зрелищные фигуры группового пилотажа, поэтому ждите вторую часть. А пока интерактив. Напишите в комментарии, как называется данная фигура, выполняемая пилотажной группой Baltic Beast. Все правильные комменты попадут в следующее видео. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч на канале Пилот Инженер.